Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Я, во-первых, хочу поздравить всех с прошедшими праздниками, с 23 февраля, с 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего. В общем, все, что было у вас отлично, все ваши мечты избывались, и весна была в душе у вас каждый день. Также скоро у нас предстоит праздник Масленицы, так что, да, праздников много. И я достаточно часто ездила в Ленту. Это, кстати, вот такие были кружки к 23 февраля, очень прикольные, но я их не купила. Я ездила туда закупать в основном что-то для школы. Это и к чаепитиям, и, в общем, всякие расходники там, салфетки и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, куча всего было мною. Там закуплено для дома. Я практически ничего не покупала. Надо будет потом съездить тоже для дома что-то купить. Такие цветы тоже к 8 марта тут начали уже выставлять. Это я была перед 8 марта. И покажу вам немного своих покупок, которые я совершила, как бы параллельно, скажем так, забросила. Вот такие вот, ну, забросила в корзинку, я имею в виду, макарошки. Потом взяла шампиньоны. Люблю большие вот такие шампиньоны запекать. Дальше взяла кусочек свинины. Говядина, ну, там не было, она была вся такая обветренная, да, поэтому я взяла только свинину. Хотела ее, хочу ее на котлеты, то есть на фарш. Вот, но потом найду где-то, может быть, в другом месте говядину и смешаю. Тоже перемолю и смешаю, я так часто на самом деле делаю. Печень куриная. Также купила, чтобы приготовить. Поставила отварить свеклу. Свеклу тоже покупала. Я извиняюсь за, у меня такой бардак. Девочки, я была вся в делах, в заботах. И дома, конечно, у меня капец. Вот, но показываю, как есть. Также естественно. Вот это просто естественно. Была акция на Цезарь. Любимые пакетики моих собак. Как я это называю, пакетики, правильно, паучи, шеба. Обожают мои коты. Тоже, в общем, им тут закупила. И еще покупаю в ленте вот такие, когда бывает зоогурман. Реально прикольные внутри. В желе получается. В таком прям реально рубец там. Ну, потрошки. То есть очень любят мои собаки. И у Боны нормальная реакция. И Каспер купила вот такой корм. На самом деле я купила Леофану корм. Но он такой крупный. И Каспер, в общем, не ест его, видимо. Ему не разгрызть или что. В общем, купила ему такой пакетик. Так как дома я сейчас бывала редко. И заказать в петшопе не было у меня возможности. А это я, кстати, заходила как-то в 4 лапы, по-моему. Вот такие вот баночки. Я чаще всего покупаю Ава. Тоже очень нравится. Классные. Прям вкусно даже пахнут эти баночки. В общем, видите, у меня запасы в кладовой. Сухой корм. Вот сухой корм для Леофана. Видите, он достаточно крупный, как собачий. Поэтому я купила Касперу помельче. Подумала, что... Ну, в общем, потом буду заказывать сразу и для одного, для второго. В общем, как-то не сообразила, короче. Вот, еще из покупок в ленте хочу вам показать груша хрустальная. Мне она очень нравится. Моим мужчинам не нравится. Но вот им купила конференция. Они у меня все любят. А мне очень нравится хрустальная груша. Она такая прям сочная, хрустящая. И еще вот такой десерт. Девочки, это просто нечто. Я не первый раз покупаю. Это так вкуснятина такая. Вообще, если увидите, тоже обязательно купите, если где-то увидите. Я его вот всегда, когда вижу, всегда покупаю. Единственное, что он такой достаточно приторно-сладкий. Ну, вот я со сладким кофе. Но это вообще все вот слипнется просто. Ну, вот так я делаю. Ну, и решила сразу быстренько приготовить, перемолоть фарш. Получается, у меня здесь чистая свинина. В общем, перемалываю. И решила, раз уж я перемолола фарш, то часть я оставлю, пожарю котлеты из чисто свиного фарша. Потому что не было говядины у меня. И вообще любого другого мяса у меня не было. Вот. Ну, котлеты из чистой свинины мой муж тоже очень любит. Вот как раз, видите, часть я взяла булочку. Специи, яичко. Тоже все это перемолола. И вот буквально немножко уберу в морозилку. Потом докуплю говядину и перемешаю все это. И будет вообще супер. Так что это убираю в морозилку. В общем, видите, в ленте купила все по делу. Потому что, ну, были других много покупок. И так целая была тележка. Поэтому много у меня не поместилось. В общем, решила тут готовить. Наготовить во всем. Моя охрана. Естественно, куда без нее. Это же вообще, видите, какие бедные, несчастные, голодные девочки. Просто погибают они, видите. Не ели никогда. В общем, готовлю я всегда не одна. Вот. И буду готовить шампиньоны. Я срезаю вот эту ножку. То есть, их хорошенько мою. Вырезаю ножку. И ножку я оставляю для любых других блюд. А вот это у меня будет внутри. Я обжариваю лук. Вместе у меня была какая-то колбаска, типа оля ветчины. Что-то такое. В общем, я решила обжарить. Вкусно, когда бекон. С фаршем ему уже не нравится. А вот с беконом получается вообще очень вкусно. В общем, я обжарила лучок вот с этой колбаской. Вот так внутрь, видите, шампиньонов. В общем, начинка, в принципе, может быть любая. Все, что вам нравится. А ножки я вот так мелко нарезала. Убираю в морозилку. Вот в стареньком пакетике. Из-под чего-то. Экономия, она должна быть такой. И потом добавлю к любому другому блюду, куда вот захочется. И сверху также буду вот такую сырную. Где-то столовая ложка майонеза, одно яйцо и сыр. Все это перемешивается. И сверху вот такую шапочку. Я извиняюсь тоже за свой коврик. Этому коврику много лет. Заказала я его с Алиэкспресс. Но он реально классный. Вот. И убираю в духовку при температуре 180 градусов. Но пока вот румяная шапочка не будет, в принципе. И они так уменьшаются. А, еще надо не забыть посолить сами грибы, прежде чем выкладывать начинку. Так что имейте это в виду. Здесь я вот пожарила котлеты. Жарю точнее. Поставила в воду потом варить макарошки. То есть все, что купила, все сразу приготовила, можно так сказать. И еще обжариваю просто печенку. Я просто обжариваю без... Ну, то есть ничего туда особого не добавляю. Я вообще, кстати, люблю печень. И смотрите, какой у меня бардак. Это ужасно, девочки. Я все время, когда готовлю, у меня такой бардак на кухне. У меня просто как будто мамай какой-то прошелся. Ну, здесь кто работает, а кто контролирует ситуацию. Он всегда здесь лежит, когда я готовлю. И всегда смотрит, что я делаю. Ему даже не обязательно давать что-то. Он просто вот так релаксирует, можно сказать. Ну, всегда приятно смотреть, когда кто-то работает. Правильно? Вот такие грибочки у меня получились. Ну, примерно они у меня стоят, наверное, минут 25. Может быть даже... Ну, да, при 180 градусах. Вот, получается очень вкусно. Мой муж очень любит. Так что супер. И еще вот натерла на терке свеклу, которую отваривала. Добавляю там майонез. Очень люблю именно вот этот сметанный майонез. Слобода и еще какая-то марка. Махеев, по-моему, выпускает сметанный майонез. Ну, и чесночок. Вот так вот все перемешиваем. И супер. На несколько дней нам этой еды хватит. И давайте я вам покажу свой заказ с Вальбрис. Давно я там, ну, точнее, вам давно не показывала, что я там заказываю. В основном, конечно, я по бытовой химии там. Одежду я, ну, практически не заказываю. Ну, так если, знаете, там что-то по мелочи. Так, во-первых, я повторяю второй раз. Здесь у меня, кстати, все повторяем. Заказываю вот такие капсулы для стирки. Мне они очень нравятся. Вот эти в особенности розовенькие. Девочки, очень прикольные. Смотрите. Ой, ой, ой. Не открыть. Девочки, не открыть. А, вот так. Вот, вот такие вот капсулки. Они прикольные. Они очень классно пахнут. Единственное, что они на белье не держатся долго аромат. То есть вы вытащите белье, аромат будет. И потом он, белье высыхает, аромат уходит. Но мне вот эти капсулы нравятся. Они, конечно, со стойкими пятнами не справляются. Но вот когда нужно состернуть, освежить, скажем так, одежду. Или какие-то, ну, такие небольшие даже пятна есть. Ну, там не от кофе, понятно, да. Не от ягод, а просто такие. То вот это вот классно. Я беру их в основном, знаете, вот школьную форму стираю. То есть вот приходят мальчишки. Я капсулы закидываю. Бросаю там их брюки, рубашки. И он у меня состирывается. Все, я вешаю. То есть супер. Мне они очень нравятся. Стоят недорого. И здесь 50 капсул хватает мне надолго. Так что супер. Ну, и коробочка такая прикольная, да. Не без этого. Так, покупаю вот такой. Это уже, по-моему, второй или третий раз. Вот такой гель для стирки. Значит, я беру для цветных тканей. Но что хочу сказать вам по поводу вот этого геля. То же самое. То есть я не могу сказать, что он прям вот застарелые какие-то пятна. Вам отстирает. Скорее нет, чем да. То есть когда у меня есть пятна на одежде, я использую пятновыводитель. А это вот для такой ежедневной стирки супер. И вот этот кондиционер. Мне очень нравится, девочки, вот этот кондиционер. Всем привет, скажи, да. Скажи, мама, ты с кем разговариваешь? С кем ты разговариваешь? С тобой разговариваю. Да, девчонки мои. Так, вот этот кондиционер. Я заказываю его, наверное, на протяжении полугода постоянно. Он жидковат, точнее он жиденький. Но мне так нравится, как он пахнет. Пахнет мятной жвачкой. Вот морозная свежесть. Я именно его, именно морозную свежесть беру. По скидкам он бывает вообще стоит рублей 400, 398, 399. Что-то в этом духе. Смягчает белье. Не сильно, конечно, но смягчает. И приятный аромат. Вот когда я развешиваю белье, мне очень нравится. Так, также из бытовых средств. Это по рекомендации одной моей зрительницы. Она мне давно уже рекомендовала. Не знаю, год, наверное, уже прошел. Как? Вот такую марку. Называется ProBright. Да? Так, наверное, правильно. Это профессиональные средства. Как мне объяснила зрительница моя. Вам огромное спасибо. Я, по-моему, их уже показывала. Не знаю, честно скажу, показывала или нет эти средства. Но, в общем, покажу еще раз. Огромное спасибо вам за то, что порекомендовали. Потому что я их заказывала постоянно. Мне так нравятся. Они реально профессиональные. Работают. Ну, ура. Вот супер. Было бы у них еще какое-нибудь средство для стирки и тому подобное. Я бы взяла с удовольствием. Это для моющих средств против известковых положений ржавчины с бактерицидными свойствами. Единственное, что со всеми этими средствами, это как бы для туалета. Ну, он как бы для ванны и туалета. Вот. Я использую для унитаза. Вот. Значит, борются и со ржавчиной, и со всякими налетами, и со всем остальным. Вот просто нанесли, губочкой так потерли, смыли, и все у вас идеально чистое. Единственное, что со всеми этими средствами нужно работать в перчатках. Иначе будет, ну, кожа с рук прямо слезать. Следующее, для плит, грилей, духовых шкафов. Я использую для решетки, духовки, да, соответственно, все вот это вот чищу. Тоже на ура, попшикали, на 5 минут, как говорится, средстве замочили, потом щеточкой потерли, все у вас идеально чистое. Вот как раз буду оттирать свою вот эту вот решетку, потому что она у меня загрязнилась уже очень. И вот это средство, вот это вообще огонь. Рекомендую всем. Универсальное моющее средство. Его огромнейший плюс заключается в том, что он отбеливает пластик. Вот здесь вот, ну, я ссылочку оставлю, вы почитаете. Я его использую для мытья холодильников, подоконников, да, вот если вы знаете, пятна, когда такие круглые от цветов, попшикали, протерли, все идеально белое, просто идеально белое. Действительно отбеливает пластик. Например, так правильно называется, да, вот где крышка на унитазе, там бывает такие желтый пластик становится. Вот это все попрыскали и идеально просто становится. Так что ссылочки я вам оставлю. Вот такие вот классные средства. Мне все они нравятся. Все заказывала не первый раз уже. И капсулы, и средства для стирки. Ну, для стирки, на самом деле, я всегда разные покупаю. Но в последнее время, последние полгода точно у меня только вот этот кондиционер поселился. И мне он очень-очень нравится. В общем, ссылочки вам оставлю. В этом видео хочу вам показать. Зашла сейчас в магазин «Фамилия». Купила себе две сковородки. Смотрите, какие это. Тут эта наклеечка. Ну, от наклейки я их распаковала уже. Смотрите, какие классные сковородки. Смотрите. Одна вот такая большая. Сейчас я покажу. Вот она стоила 1399 рублей. Но я могу сказать, что для качества такого вообще я не первый раз фамилию покупаю сковородки. Они классные. 28 сантиметров. 1399 рублей. Вот. Производство не знаю, чем. Китай. Ну, я не сомневалась. Вот так вот называется марка. Вот. И вторую вот такую вот маленькую. У меня уже все сковородки замучены и настолько, что нужно было обновить. Так. А вот маленькая сковородка. Вот она. 999 рублей тоже. Ну, та же фирма, я так понимаю. Да? Вот. Так что обновила тоже, чтобы готовить. А то у меня уже сковородки, знаете, уже настолько замытые, что вот здесь вот все прилипает. То есть невозможно там ничего пожарить. Все липнет к ним. Вот. Теперь у меня вот такие. Это маленькую там для зажарочки, для яиченки на одного человека. Это же что-то посерьезнее. Они такие прям тяжелые, увесистые, классные. Нарисует такая. И вот такая. Супер довольна, как не знаю кто. И так же я на днях заходила на… в общем делала заказ на Аламоди, но не домой, а именно на пункт выдачи. Единственный минус там срок хранения всего лишь два дня. Заказывала я на самом деле кое-что для своих мальчишек, ну и для себя, естественно, куда без этого. В общем, черная – это ветровка. Про нее я думаю, если честно, не знаю. Но на самом деле выглядит, на мой взгляд, вполне так себе симпатичненько. Но делала я заказ ради вот этих туфелей. Туфли, туфли, туфли. Извиняюсь, девочки. Ой, кошмар. И вот это платье. Платье – это на самом деле 46 размера. Оно мне великовато. Но, если забегая вперед, я вам могу сказать, что я его купила. Потому что, во-первых, это стопроцентная вискоза. Во-вторых, мне так понравилось. Оно такое приятное к телу, обалденное. А в-третьих, если брать мне своего размера, то оно сильно меня обтянет. Ну, не сильно пусть, да, но все равно. Я не хотела. Я хотела вот такое свободное, струящееся, прикольное платье. Вот видите, оно как выглядит. В общем, платье просто меня покорило. И цвет прикольный. Вот камера, кстати, передает этот цвет. Единственное, что видите, оно какое широкое. Я планирую носить его с пояском. И будет супер, как вы думаете. Ну, в общем, я его взяла довольно просто вообще. И цвет такой мне тоже очень понравился. Поэтому взяла. И туфли. Возможно, они какие-то... Нет, они не странные. Они клевые. Они очень удобные. Мне нравится этот ремешок. Такое что-то, нечто школьное. Понятное дело, что я мерила здесь на носочек. Но на самом деле, я не планирую носить вот так вот с носком. Я знаю, что молодежь носит, но я не планирую. В общем, супер покупки у меня были. Мне понравилось все это на Ламоде. Ссылку, кому интересно, я оставлю под этим видео. А здесь кадры у меня уже с 8 марта. Кто как провел 8 марта, напишите. Я, кстати, хочу вас еще раз поздравить с 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего. Я весь день провалялась и не делала ничего. Ну как, я вязала в окружении своих хвостиков любимых. Они то приходили, то уходили от меня. Потому что на самом деле, это очень непривычно для всех домашних, что я целый день валяюсь. Вот. Но я решила сделать себе такой день отдыха. Потому что в связи со всякими организационными мероприятиями в школе, плюс еще какие у меня были дела, я была уставшая очень. Я поняла, что я никуда и ничего не хочу. Вот здесь вот мои хвостики, видите, ко мне постоянно приходят. И я вязала свой плед. Точнее, плед, который вяжу для младшего моего сына. Но плед огромный. Поэтому я его вяжу очень долго. Плюс периодически жмкала своих хвостиков. И читала еще книгу. Это и все, что я делала все 8 марта, девочки, серьезно. Но мне было так кайфово. Просто вы себе не представляете. Я даже не хотела никому ни на что отвечать. В общем, супер. Здесь вот как раз книга, которую я начала читать. Блин, какая она интересная. Жалко, у меня нету много времени на то, чтобы ее постоянно читать. Кстати, смотрите, какая у меня клевая закладка. Это мне сын отдал. Он сказал, что она к моей книжке очень подходит. Да? Вот. Ну и, конечно же, я начала читать всеми известную «Четвертое крыло». Да, супер. И очень интересно. Я хоть только начала читать, но уже не хочется отрываться. Я себя прям заставляю оторваться, потому что куча каких-то других дел. А когда вязала, я тоже смотрела всякие видосики на ютубе, всякую ерунду. Ну, в общем, супер. Для меня в последнее время вот это супер день. Просто, когда не надо никуда ехать, не надо никуда бежать. Это так круто. Короче, я, девочки, на самом деле, под конец учебного года я, в связи с своей деятельностью в родительском комитете, я очень устаю. Это от меня очень много сил и энергии вытягивает, я бы так сказала. Вот. Ну и, конечно, мои мужчины приготовили праздничный ужин-обед. Они сделали сосиски. Не знаю, почему сосиски в тесте, но хотели что-то приготовить. Как-то, видимо, меня удивить. И решили накрутить из готового теста готовые сосиски. Ну ладно, были очень вкусные. И, конечно же, заказали мои любимые роллы. Я их обожаю. Мы еще выпили бокал вина с мужем. Ну, в общем, круто, короче. Девочки, просто релакс. Какой-то. Правда, на следующий день я уже пошла убираться, стирать, готовить все, как обычно. Но хотя бы 8 марта провела вот так вот. Мне прям очень-очень это понравилось. Такое времяпрепровождение. Вот. В общем, вот такой вот у меня получился влог. Касперюша, сразу я уходила, сразу заняла мое место, да, где вот я лежу. Все время так делают. Бандит такой. Вот. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам видео понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok